Ситуация с COVID-19 в Приморье не стабилизируется. Наблюдается рост, особенно сильно в последние три дня. Если ранее у нас преобладали групповые очаги, то сейчас очень много домашних. Специалисты рекомендуют ограничить социальные контакты именно в пожилой группе людей, чтобы не подвергать их риску. Что самое в этой ситуации опасное, что заболевают люди старших возрастных групп, которые имеют сопутствующие хронические заболевания, у них болезнь протекает особенно тяжело, и не всегда даже все современные возможности медицины могут обеспечить благоприятный исход. Последние дни рост заболеваемости связан с майскими праздниками. Это конец инкубационного периода. Посетили своих родителей и съездили в гости к друзьям, знакомым, сходили на шашлыки, еще как-то провели время. И сейчас мы видим этот рост. Кроме того, есть у нас тоже такая тенденция, мы разрешили лечение амбулаторно для легких форм. Это законно допустимо в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации. Все субъекты Российской Федерации это практикуют. Но там есть ряд условий, которые необходимо соблюдать для людей, которые остаются лечиться на дому. Одно из условий – все, кто совместно проживает в квартире с больным, переедут в другое место. Если некуда, есть медицинские изоляторы. Напоминаем, в Приморье действует масочный режим. Чем больше людей будут носить маски, тем сильнее будет эффективность. Забота о здоровье – личная обязанность каждого гражданина. Точно доказана эффективность ношения масок больными людьми или людьми, которыми находятся в инкубационном периоде. Мы не знаем на сегодняшний день, мы больны или нет. Даже если наши тесты вчера были отрицательными, это не означает, что мы уже сегодня не находимся в инкубационном периоде. И одевая маску, мы, конечно, защищаем окружающих. Добавим, инфекция передается не только воздушно-капельным путем, но и воздушно-полевым, в частности, с грязными руками. Наши руки становятся грязными при первом же выходе из жилого помещения. В течение дня мы непроизвольно часто трогаем лицо. Конечно, ношение масок – это не полная защита, но нужно соблюдать основные правила. Это защита органов дыхания, мыть руки и соблюдать дистанцию. Очень важно же менять маску, она загрязняется, ее нужно поменять в течение дня несколько раз. Для этого не надо покупать каждый раз новую, можно пользоваться многоразовыми масками. Многие предприятия выпускают многоразовые маски. Многие люди, я знаю, точно совершенно шьют, в том числе и актуально-дизайнерские, всякие разные. Главное, в принципе, чтобы ваше лицо, ваши органы защиты были прикрыты. На минувшей неделе выросло число тяжелобольных. Это люди, которые испытывают сильную одышку при незначительной физической нагрузке. Они испытывают слабость, их состояние постоянно оценивается как нестабильное. Легкие не справляются со своей задачей, не могут подавать кислород. Это значит, что тяжелобольной пациент нуждается в наблюдении врача как минимум каждые 2-3 часа. В частности, для коронавирусной инфекции это также означает, что человек кислородозависим, то есть он не может находиться длительное время без кислородной поддержки, которая ему подается тремя разными способами. Либо через носовые катетеры, которые просто через нос подается в кислород, либо через лицевую маску, либо через неинвазивный аппарат ИВЛ, когда уже непосредственно к лицу и дышит за человека аппарат искусственной вентиляции легких. Ну и последнее, это уже непосредственно та самая настоящая искусственная вентиляция легких, когда самопроизвольное дыхание полностью отключается и дышит за человека аппарат. У каждого человека диагноз проявляется по-своему. Страдают те места, которые наиболее слабы. Если есть хронические заболевания, любой недостаток кислорода тут же сказывается на сердце, на тех органах, у которых есть поражение. Особенно тяжело переносит эту инфекцию люди, которые страдают различными иммунодефицитными состояниями. Чаще всего это онкологические и гематологические заболевания. В таких ситуациях крайне тяжело бороться с инфекцией. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.